ну что всех привет секундочку да все мне нормально все слышно всем привет еще раз продолжаем проходить в аэрокрофт так нам надо идти вот сюда это мы освободили уже могли это выполнить это получает достижение конечно достижения не будут проходить данный момент может когда-нибудь это может случиться в данный момент нет невинные глаза сомкнуться на рассвете когда сгинет слабость и него это ламаны пойдем и медали еще она очко что вы суда и как если я зашел интересно что творится вообще долго вы еще собираетесь изображать восставший народ пока непобедим и ты не будешь нам угрожать ты говоришь омару вспомни кто ты такой я один из вас да ты поэтому меня арестовал если мой брат был жив мир его право да он назвал бы весь наш спор тратой а я дома это мой дом он ура тут только представь как расцветет пойдите если солнце взойдет над миром где нет внешних опасностей разве ты не опасен преобразить мир мы все творим судьбу мы сила все вместе все что я делал было ради пойдите все он был раздроблен я объединил его только я понимаю что нам угрожает ты то есть то тебя нет как будто жить здесь не обязательно да я жил во внешнем мире и знаю теперь чего нам ожидать и с каждым днем это все ближе поэтите не переживет этого вторжения все что для нас важно они отберут или разрушат ну так нужно бороться вместе как того хочет наш народ воскресе в солнце пойми это спасет поэтите всего лишь на мгновение но потом это не защитит нас от обнаружения от вторжения нам просто придет конец нет 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 нам нужно быть храбрыми решительными помоги мне мне нужен твой ум твоя стойкость в моем мире мере подпитой ордена кукулькана или точнее тринити если тебе нужна власть забирай только помоги мне защитить пойти ты сейчас и тогда да пожалуйста правим как тебе будет угодно я отдам тебе трон я сделаю это я найду ларец и воскрешу солнце оно будет тебе сутью почему ты такого мнения обо мне взять ее назад в камеру ты можешь меня отослать но я не придам наш народ нет ты просто подведешь их дарец пропал миссионер андрес лопес украл его 400 лет назад Ты положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. Вот она где, собака, зарыта. Опачки. И что это такое у нас здесь? Это рассказ какие-то, господа. Кукулькан призвал меня в ряды жрецов. Пантеон Пайтити представляет собой смесь нескольких культур. Мне надо изучить их верования и ритуалы, чтобы обратить их же собственных богов против них. Люди из-за большой воды умные и изобретательны. У меня нет ни малейших сомнений, что вскоре весь город будет под властью Кукулькана. Чтобы не разрушить неустойчивый баланс сил, все члены Тринити должны выполнять следующие правила. Ограничить выходы в город. Если выйти за пределы здания необходимо, всегда надевайте одежду сектанта. Не берите с собой современное оружие. По возможности избегайте прямых контактов с жителями Пайтити. Чтобы уменьшить вероятность попадания болезни в Пайтити, император Чика временно запрещает жителям покидать город. Всем, кто сейчас находится за пределами города, запрещено в него входить. Пайтити все еще приходит в себя после недавней эпидемии. И новые болезни могут нарушить хрупкое равновесие. По приказу секты Кукулькана. Черно-желтая полоса на его лице означает, что он – бог Тескатлипока, игравший важную роль в жизни ацтеков. Посмотрим, вспомнили я все, к чему он имел отношение. Ягуары, ураганы, ночные ветра, ночное небо, земля, север, колдовство, красота, искушение, лидерство, война, раздоры, конфликты вообще и, конечно, обсидианы прорицания. Вместо правой ступни у него часто кусок полированного обсидиана, который ацтеки использовали в качестве зеркала. Эти зеркала применялись в шаманских ритуалах и предсказаниях. Имя Тескатлипока в буквальном смысле означает «дымящееся зеркало». Интересно, на самом деле. Местные священники, или, лучше сказать, шаманы, если мы хотим отделить язычников от тех, кто идет в свете Господа, первыми вышли нам навстречу. Они первыми выслушали нас, первыми узнали о внешнем мире. После этого некоторые из них почувствовали себя обманутыми и умоляли, чтобы мы крестили их. Они верно рассудили, что напрасно верили и поклонялись древним божествам этой страны. Как сказал один из них, если сюда с другого края света вас привел ваш Бог, значит, он воистину могущественен. И только глупец ему не поклонится. Мы обучим этих шаманов английскому и прикажем им учить население Пайтити. Это Танатио, Бог Солнца, Повелитель Рая Ацтеков, который они называли Талан. Он фактически был самим Солнцем, и при том Пятым. Он стал управлять Пятой Эпохой, после того, как погибли предыдущие четыре Солнца. Ацтеки верили, что должны регулярно приносить ему жертвы, иначе он откажется ходить по небу. Его, что неудивительно тесно, связывали с орлами и часто изображали с орлиными перьями. На изображениях он обычно держит в руках оружие, например, стрелы и щиты, а также инструменты, созданные специально для человеческих жертвоприношений. Ох, ё-моё. Кто раньше верили, да? Так, тут ещё что-то есть у нас. Мы только изучаем, изучаем, изучаем всё. Из Кана на пароходе едет ещё одна группа детей. Из всех десяти особое внимание обратите на того, которого зовут Амару. На него я возлагаю особые надежды. Однако иногда он бывает угрюмым и жалуется на то, что скучает по брату. Советую создать для него особое расписание, такое, при котором у него не будет времени скучать по дому. Тени удлиняются, а гора чёрная как ночь скорбит, когда бледнокожие чужаки обрывают короткую, но невероятно плодотворную жизнь Куюа Капака. Того, кто мечтал о величии и ради этого взвалил этот город себе на плечи и понёс его наверх. Того, кто просил Уинти только согреть его во время работы. На реках, на полях, на каменоломнях. Куюа Капак заключил договор с чужаками. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить, свободные, но по законам этих людей из далёких земель. Понятно. Так, я надеюсь, мы тут всё похватили почти, да? Сейчас мы пойдём. Так, это по-любому тут уже взяли, да, всё? Да, тут всё взяли, ну погнали подальше по сюжету. Я думаю, приближаемся уже по идее, концовки должны уже. Иона, я знаю, где она, я пойду за ней. Хорошо, мы идём. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда, в Сеноте. Это всё предвестники. Скоро начнётся землетрясение, нужно спешить. Да, мы спасём Унурату и вместе отыщем ларец. Что тут всё новенькое, не новенькое? Так, мне куда, туда надо? И как я туда попаду? Понятно. Вы меня не пускаете, я пойду по кругу, да? Ах ты, чёрт! Чё, на дорожку? Чё, на дорожке? Ёмой, что было-то, а? Ну, это слишком близко было, чтобы так просто раз помереть. Это первосмертная в этой серии. Ну, я не считаю, на самом деле, но всё равно ж. Без разницы. Ну, как так можно-то, а? А как там прыгать-то когда? Чё, на дорожке? Повезло. Куда? Куда ты прыгаешь? Я не просил тебя в бок. И что с ней делать? Это как ассоциния, это уже такая же феня. Там тоже такие дебилитные нить какая-то феня происходит, бывают временами. А вот я не удивлён, если кушать опять не прыгнет, нормально. Повезло. А куда дальше? А, понятно, куда? Куда? А у меня нет столько места. А что? А что? А что? А что? А что? Так, это максимальная. Так, что у нас? Куда? Понятненько. Так, что-то есть? А это куда-то ведет, господа. А куда мне надо? Туда? Да, мне сюда надо. Это Кецалькаатль, крылатый змей. Ацтеки поклонялись ему как силе природы, считали его повелителем ветра и дождя. Когда он приходил в ярость, ветра и дожди становились предельно сильными и очищали землю и небеса. В связи с этим он также считался богом правосудия и милосердия. По одной из легенд он напился и переспал с собственной сестрой, а чтобы искупить свой позор, поджег себя. Затем его прах поднялся в небо, и Кецалькаатль стал также богом света. Отчуми просто. И куда это, интересно, ведет у нас дорога? А, вверх нам надо. Куда ты прыгаешь, дура? На один скреп. Это уже почти. Ничего интересного скрепа дает нам. Загадка еще какая-нибудь? Нет места, ничего не могу взять. Музыка поменялась, то что сейчас мы будем находиться в фигзанде, да? Так, а тут что у нас? Дно едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Там что-то есть. Нифига себе, там что-то есть. А как тут забраться? Вот так, что ли? Нет? Ну ладно. А я могу стрелами этой попасть? А, ток наливай. Ну ладно. Погнали дальше. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке. Опять вода. Ну как я не люблю воду? Так. Ничего такого нету. Опять тут они... Кости. А вот такие узкие тоже пространства у нее, блюя. Наверху что-то вырезано. О, что-то есть. Можно даже попробовать. А, огненных мне максимально четыре. Да, тебе всегда будут. Погнали полазим здесь. Конечно, это не основной сюжет у нас. Но ничего страшного. Как-нибудь... Попробуем. Да куда ты, бля... Прыгаешь? Ё-моё, а! Да. Да. Так. А, надо наоборот туда. По ту сторону что-то есть. Неправильно. Ну что ты смотришь на это всё? Бежали отсюда. А, она так не заполняется, да? Получается. И что мы сейчас тут узнаем? Какие-то доспехи, да? И всё? Может тут ничего не будет? У тебя какой-нибудь рассказ здесь? Куда мне надо забираться? Сюда что ли? Похоже, дела нет. Обратно нам так. Придётся прыгать, скакать. В воду, блин. А, дожди-ка. Нет. А что, сюда нельзя? Какое дело нет? Ну, погнали. Хорошо себе это прокачал. Дыхалку дольше держать могу. Ну, тут есть воздух, где можно набрать воздух. Это замечательно. Просто. Блин, нахуй. Е-мое. Я опять случайно нажал. Подумал, что тут собрать можно. А оказывается, тут опять проклятый воздух. Подожди, секунду. Что-нибудь есть или нет? Ничего такого нету. Что-то я заглутился, господа. Подожди. Вот и конец. Всё, добрались. Так. А, ну да. Мы здесь и были. Всё. Идём обратно. Сохранение произошло. Мы какой-то доспех взяли. А чё за доспех я без понятия? Там какой-то водитель, что ли, я так понимаю. Боевой такой может, наверное. Так, дальше нам туда надо. Да, замечательно. И сразу Лара одевает свои навороченные ботиночки, которые могут дать нам очуменно просто. А так она только босиком хоть накидывается. Лара, ну что там? Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. О, это вообще жестоко. Хватит ещё одной рукой. Так, здесь у нас больше ничего такого нету, да? Погнали как всегда по плану. Точнее по сюжетке. Перелазиваем, получается. И мы прямо к ней попадаем. Отчумей просто. Чё с ней случилось-то? Ларец, не впадите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, всё тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти Ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла ещё одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчель. А вот моё прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там всё обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки. Он не знает, что искать. А ты чё-то новенькая. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Вы ещё поцеловались бы. Не будем терять время. Вон, семейный узор. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть сучу. Так. Давайте посмотрим, что нам ещё тут расскажут. Правящую династию лишили власти. Правитель стал номинальной фигурой. На самом деле город контролируем мы. Мы позволили правителю остаться по двум причинам. Во-первых, это даёт нам возможность сосредоточиться на поисках серебряного ларца. А во-вторых, это успокаивает местных, которые противятся любым переменам. Интересно. Так. Тут больше ничего такого нету. Ну чё, погнали грушить, ломать. Там не тюрьма какая, блин. Разбивается всё, да? Иона, я Асу Нурату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечётся? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутилу. Так, игра скранилась. Я не видел. Ух, ё-моё. Так, вот игра скранилась. Это замечательно. А чё такое? Понятно. Ладно. Это чуть позже. Следующая серия уже. На этом мы сейчас остановимся. Удачи вам и пока.